Здравствуйте! Сегодня в нашем обзоре все о новостях и событиях в налоговой сфере на этой неделе. Налоговый комитет совместно с торгово-промышленной палатой провел пресс-конференцию, где специалисты ответили на вопросы журналистов о рейтинге устойчивости предпринимателей. Он был внедрен с 1 февраля этого года и основан на 23 критериях, которые включают в себя своевременное исполнение налоговых обязательств. Субъекты предпринимательства делятся на категории с высоким, средним, удовлетворительным и низким рейтингом. У набравших самые высокие баллы предпринимателей не проводятся налоговые проверки, а сумма НДС возвращается за один день. Посмотреть информацию о рейтинге в режиме реального времени можно на официальном сайте торгово-промышленной палаты, в персональном кабинете налогоплательщика и в мобильном приложении СОЛЭК. С момента его внедрения более 130 тысяч субъектов предпринимательства повысили свой рейтинг, а также 317 предпринимателей вернули почти 514 миллиардов суммов НДС за один день без проверок. Одно из обязательств налогоплательщиков выставлять электронный счет фактуру на календарную дату отгрузки товара или оказания услуг. До 10 числа каждого месяца выставляется СФ по электрической и тепловой энергии, воде, газу, коммунальным услугам, услугам связи, железнодорожным перевозкам, транспортно-экспедиторским услугам, услугам по транспортировке грузов по системе трубопроводов, в других случаях реализации товаров или услуг на постоянной основе, а также на возмещение расходов. Налогоплательщики должны своевременно представлять налоговую отчетность и уплачивать налоги. Отчетность по налогу с оборота, налогу на доходы физических лиц и социальному налогу нужно сдавать каждый месяц не позднее 15 числа, отчетность по НДС не позднее 20 числа. Подробный календарь налогоплательщика доступен на официальном сайте налогового комитета. Там же размещены инструкции. До окончания срока представления налоговой отчетности можно корректировать фискальные чеки. За несвоевременное представление налоговой отчетности и неуплату налогов юридическое лицо или индивидуальный предприниматель привлекается к административной ответственности. Уведомления об этом направляются через персональный кабинет. Штраф не применяется, если налогоплательщик впервые совершил такое правонарушение и в течение 30 дней устранил его. Специалисты налогового комитета провели онлайн-семинар по цифровой маркировке. На сегодняшний день в Узбекистане подлежат маркировке алкогольная, табачная и пивоваренная продукция, бытовая техника, лекарственные средства и медицинские изделия, вода и прохладительные напитки. Эксперты рассказали, чем отличается дата-матрикс от QR-кода и как покупателям проверить подлинность маркировки. Напоминаем, что электронный счет-фактура по товарам с цифровой маркировкой должен быть подтвержден в течение одного дня. При реализации таких товаров предпринимателям нужно использовать 2D-сканеры. За приобретение таких устройств предоставляются налоговые льготы. Индивидуальные предприниматели с доходами до 100 миллионов сумм уплачивают налог на доходы в фиксированном размере. Ставка зависит от того, какую деятельность в каком регионе они осуществляют. Индивидуальные предприниматели могут нанимать до пяти наемных работников и уплачивать социальный налог за себя и за своих сотрудников. Ежемесячно не позднее 15 числа. Произвести оплату можно через персональный кабинет на сайте my3.solik.us. По состоянию на 1 августа в Узбекистане почти 292 тысячи индивидуальных предпринимателей. С информационными системами налоговых органов интегрировано уже 142 агрегатора такси. За каждую поездку они выдают покупателям фискальный чек. Через агрегаторы оказывают услуги по перевозке пассажиров более 360 тысяч самозанятых водителей. Фискализация платежей позволяет получать информацию о том, как распределяются доходы самозанятых водителей. К примеру, у 171 водителя заработок с начала года превысил 100 миллионов сумм. Налоги – это обязательные безвозмездные платежи, которые уплачиваются в государственный бюджет Республики Узбекистан. Помните, что граждане обязаны платить установленные законом налоги. Это закреплено в Конституции нашей страны. На сегодня все. До встречи в следующем выпуске. Продолжение следует...